За прошедшую неделю на территории Нинецкого автономного округа зарегистрировано 121 происшествие. Из них 14 преступлений, 12 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 102 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъято 2 единицы оружия и 12 боеприпасов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для поддержания правопорядка на территории округа с начала летнего сезона проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Еженедельно по прибытию грузового судна в Доринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий, транспортных средств и пассажиров. Мероприятия продлятся до окончания навигации. В целях повышения эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, растительного происхождения, выявления ликвидации очагов произрастания растений, содержащих наркотические вещества, на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие МАК-2016. В целях обеспечения координации действий подчиненных сил и средств УМВД по охране общественного порядка и безопасности в период с 8 по 10 сентября проведено оперативное мероприятие «Выборы-2016». Нарушение общественного порядка не допущено. В целях проверки условий сохранности огнестрельного оружия 6 и 8 сентября текущего года на территории Наринмара проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Ружьё». Проверено 109 владельцев гражданского оружия, проживающих на шести избирательных участках. Составлено 52 акта о проверке, принято 3 заявления на утилизацию. Напомню, по вопросам продления сроков действия лицензии и разрешений на оружие жители округа могут обратиться в Центр лицензионно-разрешительной работы УМВД по адресу город Наринмар, улица Ленина, дом 27, корпус Б, кабинет номер 3, а также обратиться по телефону 4-69-60. Заявление можно направить в электронной форме через единый портал государственных услуг. В минувший четверг полицейские задержали гражданина при попытке совершения кражи в торговом центре по улице Авиаторов. Сигнал поступил на пульт вневедомственной охраны, на место происшествия немедленно выехала группа задержания. Сотрудники полиции заблокировали все выходы из торгового центра. В помещении одного из отделов магазина задержали гражданина 1997 года рождения. Стражи порядка на месте установили, что молодой человек проник в торговый центр, чтобы украсть продукты питания, алкоголь и деньги. Следователем следственного отдела УМВД России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение. В сентябре текущего года сотрудниками отдела по организации дознаний УМВД России по НАУ окончено производство по уголовному делу, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное жестоким обращением с несовершеннолетним. В ходе расследования установлено, что в период с марта по май текущего года отец троих малолетних детей 2007, 2010 и 2012 годов рождения ненадлежащий исполнял обязанности по воспитанию своих детей, проявляя жестокость к ним и причиняя физические и психические страдания. Прокуратурой Ненецкого автономного округа утвержден обвинительный акт по уголовному делу и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В дежурную часть полиции обратился житель Наринмара 1954 года рождения, с заявлением в котором указал, что в период времени с 21 августа по 3 сентября текущего года с его банковской карты совершено хищение денежных средств в сумме 119 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что денежные средства с банковской карты заявителя переводила его родственница, которая без разрешения установила на его мобильном телефоне программу Сбербанк Онлайн и, приходя в гости, переводила денежные средства на свой банковский счет. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессальное решение. Еще одно заявление о краже денежных средств поступило в дежурную часть полиции. Сотрудниками полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к 90-летнему жителю два раза приходил гражданин 1979 года рождения с целью размена денежных купюр достоинством 5 тысяч рублей. В результате денежные купюры оказались купюрами банка приколов. Ущерб, причиненный пострадавшему, составил 10 тысяч рублей. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой дознавателем отдела по организации дознания будет возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 11 сентября 2016 года стартовал ежегодный всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». Он проходит в три этапа. Участкового, который будет принимать участие на заключительном третьем этапе конкурса, жители округа могут выбрать посредством онлайн-голосования на сайте Управления МВД России по Нинецкому автономному округу в период времени с 7 по 16 октября. Третий этап конкурса начнется 1 ноября, когда будет объявлено онлайн-голосование населения на официальном интернет-сайте МВД России для определения победителя конкурса на общероссийском уровне. С информацией об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в конкурсе, граждане могут ознакомиться на сайте управления по адресу 83.mvd.rf. Граждане смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено и каковы его достижения, а также как его характеризуют коллеги и граждане. В целях упрощения порядка оказания государственных услуг граждане могут пройти регистрацию на едином портале государственных услуг. С перечнем услуг можно ознакомиться на официальном сайте Управления МВД России по Ненинскому автономному округу в разделе «Для граждан» рубрика «Государственные услуги». При возникновении вопросов можно позвонить по абонентским номерам 4-23-63, 4-56-96 или 4-38-48. Также можно направить обращение по адресу улица Ваучейского, дом 13, город Наринмар, индекс 166-00. Телефон доверия полиции 8-818-53-4-21-52. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны, берегите себя.